Цепи 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 Стальной резак делает насечки с обеих сторон проволоки. По этим насечкам проволока разрезается на сегменты размером в одно звено. Механический нож окончательно разрезает проволоку по насечкам. Затем роликовые манипуляторы загибают отрезанный кусок проволоки вокруг стального штифта. Создается впечатление, что это очень легко, но чтобы придать этой проволоке форму, необходимо приложить многотонное давление. После того, как роликовые манипуляторы сформировали звено, инструмент захватывает и поворачивает его. Готовому звену придается такое положение, чтобы его можно было присоединить к следующему звену, когда оно будет сформировано. После того, как все звенья соединены, цепь падает рядом со станком. На большинстве предприятий по изготовлению цепей работают десятки формовочных механизмов. Каждый производит от 50 до 60 звеньев в минуту. Примерно 76 метров цепи на каждый станок в час. Всего за 7 часов на одном станке может быть изготовлена цепь, длина которой в два раза превышает длину Эйфелевой башни. После того, как цепь сформирована, ее необходимо укрепить. Наступает очередь сварочного устройства. Ударники слева и справа проталкивают звено внутрь. Затем с обеих сторон выдвигаются два медных блока. Выполняя функцию электродов, они воздействуют на края звена электрическим током. Ток проходит сквозь разрыв в звене, в то время как ударники проталкивают его внутрь. Звено раскаляется до 927 градусов по Цельсию. Проволока расплавляется и края скрепляются. Сейчас талевый блок опускает только что сваренную цепь в электрическую спираль. Электрический ток пропускается через медную спираль, нагревая цепь внутри до температуры оранжевого коленя в 940 градусов по Цельсию. Шкивы опускают цепь в резервуар с водой для охлаждения. Резкий перепад температуры меняет молекулярную структуру стали, делая ее намного крепче. Но после всех этих операций цепь приобретает хрупкость. Ее опускают во вторую электрическую спираль, не такую горячую, как первая, а потом в очередную охлаждающую ванну. Хрупкость исчезает. Юстировочный механизм для цепей проверяет прочность изделия. Шкивы протягивают цепь в вырезанной в стальном блоке желоб. Зажим с левой стороны удерживает ее на месте. Остальной блок с гидравлическим приводом тянет цепь вправо. Таким образом проверяют, сможет ли она выдерживать нагрузку. В конце концов, нельзя быть крепче слабого звена. Субтитры создавал DimaTorzok